Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Сегодня у нас разговор с депутатом Госсовета Чувашии от партии «Справедливая Россия» Олегом Николаевым. Олег Алексеевич, здравствуйте! Добрый день, уважаемые телезрители. Олег Алексеевич, в последнее время в интернете, в печатных их зданиях, правда на коммерческой основе, появилась информация об экономической ситуации в Чувашии. Если верить этим публикациям, то наша республика находится не в самом лучшем положении. Где-то экономический спад приводится данные, но при этом не приводится достоверный анализ ситуации. Вы, как член Комитета Госсовета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии, как бывший чиновник высокого ранга, как Вы оцениваете вообще эту информацию? Да, такая информация на самом деле появилась. И для тех телезрителей, которые следят за подобной информацией, это уже не первая информация. Такая информация появляется второй год. И что радует, с одной стороны, что наши чувашские выходцы из Чувашии следят за ситуацией Чувашии, болеют за него. Это, конечно же, очень радостный момент. Но если говорить по существу данного документа, там цифры, конечно, приведены. Они взяты, естественно, из официальных источников, из данных статистики, из данных бюджетов, в том числе Чувашской республики. И бюджетов там указано из, скажем, сводных анализов бюджета Российской Федерации. И моя оценка, естественно, неоднозначна. С одной стороны, да, цифры, они правильные. С другой стороны, налицо интерпретация информации в определенной русле. И здесь я хочу сказать еще другой момент. Ведь, скажем так, все эти цифры, которые приведены, они последствия, скажем так, решений, которые приняты в макроэкономической сфере. То есть, как правило, любые решения в макроэкономике, они дают эффект не сразу. Они дают, как правило, как говорил даже, скажем так, Николай Васильевич Федоров, будучи с президентом, что любое макроэкономическое решение, оно дает эффект через 3-5 лет, а то и 7 лет, в зависимости, какое решение. То есть, получается, что вся вот эта ситуация, это последствия каких-то решений предыдущих лет? С одной стороны, да, с одной стороны. Но, с другой стороны, есть такой момент, я здесь хочу отметить, что в этом году, в текущем году, фракция «Справедливая Россия» в Государственном Совете Чувашской Республики голосовала против утверждения итогов реализации бюджета за 2012 год. И мы голосовали свое, мотивировали тем, что налицо довольно-таки существенный рост сумм неэффективного использования бюджета, как по количеству, так и по суммам. И это довольно-таки тревожный фактор. Я, по-моему, даже говорил у вас в эфире об этом в мае месяце. И в связи с этим мы голосовали против утверждения бюджета. И поэтому вот здесь вот этот фактор, он имеется вместо бюджета. И, к сожалению, наверное, вот все, что было принято ранее решение, которое дает сейчас эффект такого, скажем, понижающего свойства, к сожалению, не могут нивелироваться, может быть, некой даже неспособности действующей команды принять эффективные методы. И здесь я думаю, что, скорее всего, это связано прежде всего с тем, что нет четкого стратегического видения развития региона, нет инвестиционной стратегии региона, нет внятных сигналов для инвесторов, не только для внешних инвесторов, там, зарубежных или иных за республикой, в том числе и внутренних инвесторов Чувашской Республики, которые находятся, а их немало, на самом деле, способных инвестировать в экономику Чувашской Республики, понятных сигналов, куда инвестировать, как будет идти. А есть факты, к сожалению, в том числе и ухода предприятий и производства стратегии Чувашской Республики. Олег Алексеевич, но ведь есть за последние два месяца открылось два или три предприятия, то есть все-таки инвестируются в промышленность, инвестируются в развитие. Есть несколько инвестиционных проектов Минэкономразвития представляли. Ведь все-таки есть база, есть то, куда можно направить свою бурную деятельность. Абсолютно согласен. Инвестиции идут. Инвестиции, как правило, осуществляются крупным бизнесом, который работает, может быть, где-то даже вопреки. Ну, даже не вопреки, скорее всего, по своему плану. Скажем так, это будет правильно. То есть он работает по плану своего развития. И с точки зрения макроэкономики, естественно, крупный бизнес, он является локомотивом вообще развития региона, скажем так. В данном случае Чувашской Республики. И, понятно, базируясь на крупный бизнес, на большие промышленные предприятия, надо делать шаги по модернизации экономики. И, скажем так, первое, прежде всего, это наращивание вообще экономического потенциала региона. Потому что у нас главная задача добиться бездефицитного бюджета, чтобы мы могли обеспечивать свои расходы собственными доходами. Для этого надо развивать добавочную стоимость Республики. Для этого нужны новые инвестиции, новые площадки. То, что будут создавать. То есть, и прежде всего, естественно, это надо развивать в сельской местности. Тем самым, скажем так, уменьшать диспропорцию развития муниципалитетов, которые имеются у нас в Чувашской Республике. Ведь 40 с лишним процентов живет в сельской местности у нас. И потом, если смотреть статистические данные, у нас в Чувашии трудоспособного населения более 700 тысяч человек. Занятых в экономике порядка 380 тысяч. Безработных 5 тысяч. Более 300 тысяч человек у нас вот как-то вот где-то как-то. Никак не учтены. Ну, понятно, в Москве работают. Но не все 300 же. Естественно. И, естественно, если создавать условия, эти люди, естественно, будут заняты здесь. И здесь очень много факторов автоматически можно говорить. И экономика развивается, и социальная среда. Ну, и вообще общая, скажем так, благоприятная среда и благополучие развивается. Все равно, наверное, экономическую ситуацию повлияли закрытые предприятия. Да, в мае два предприятия у нас завершили. Ну, не работают, не производят. Сан-Инбев вообще закрылся. Там с промо-трактора вагона что-то непонятно. Они, конечно, оказали свое воздействие на цифры экономического развития. Но все равно ведь не стоит на месте. Святое место пусто не бывает. На их место приходят другие предприятия. Закрытие Сан-Инбев, уход Сан-Инбева, он скажется на следующий год. Он на те показатели 2019 года не сказался, потому что оно закрылось в этом году. И поэтому мы и говорим, надо развивать. Во всем мире являются базой модернизации экономики средний и малый бизнес. Надо сделать здесь очень конкретные, точечные и стратегические шаги. Скажите, вот вы как депутат Справедливой России, вы как депутат Госсовета, экономист. Какие-то предложения вы вносите в заседание Госсовета, главе Чувашской республики, чтобы эту ситуацию все-таки выпрямить? Да, конечно. Мы всегда вносим свои предложения. Мы говорили о том, даже когда принимали бюджет 2013 года, о том, что параметры бюджета должны быть заложены практически те, которые мы в итоге в результате двух изменений приняли. Но заложить за счет дефицита бюджета программу развития региона, где было бы четко понятно. Ведь бюджетный процесс, мы тоже в прошлый раз говорили, он длительный. И когда заложено некое мероприятие бюджета, для этого необходимо произвести некие процедуры. Естественно, когда он заложен заранее, есть время для того, чтобы его реализовать. А когда его закладываем в середине года, как правило, времени не хватает до конца года его реализовать. Вот в чем заключается. Вот такие предложения мы даем. И сейчас мы заявили на следующий год о том, что мы будем готовить народный бюджет. Мы обратились вообще к населению, скажем так, Чувашской республики, с тем, чтобы они давали сигналы с мест о том, чтобы мы их обобщили и определенным образом в августе месяце внести в Минфин наши предложения такого, скажем, от всего народа. Спасибо большое, Олег Алексеевич. Напомню, что сегодня у нас был разговор по существу с депутатом Государственного совета от партии «Справедливая Россия» Олегом Николаевым. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова